Дорогие братья и сёстры, Да благословит вас Господь своим небесным благословением и даст вам радость на сей день. Аминь. Иисус Христос перед распятием говорил ученикам своим, «Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я». Иоанна 14, 2. «Чтобы вы были где я». Тема сегодняшней проповеди – «Разве ты не жаждешь Божье Царство?» Что мы понимаем под словом «жажда»? Это когда в горле пересохло, и даже глубокое дыхание не удаляет жажду. Срочно требуется хотя бы глоточек прохладной водички. Давайте сегодня выясним, есть ли у нас такая жажда по Богу. Потому что где Бог, там и Царство Его. Некто может спросить нас, «А зачем мне так уже беспокоиться об этом?» Дело в том, что у нас небольшой выбор – либо путь Царства Божие, либо Царство Тьмы. «Причем если идти по широкому пути в погибель, то действительно волноваться не нужно». «И так все попадут без всяких усилий, но есть путь узкий, и не каждый находит его», – говорит Писание. «О том, что нам нужно Царство Божие, проповедовал сам Иисус». Марка 1.15 «Пришло время», – говорил он, – «Божье Царство уже близко. Покайтесь и верьте в Евангелие». Проповедь о Царстве, а затем исцеление, освобождение людей – было демонстрацией силы и реальности Царства Божьего. Луки 9.11 «Однако толпы народа, узнав об этом, пошли за Иисусом. Он радушно их принял и говорил им о Божьем Царстве, а также исцелял тех, кто в этом нуждался». Что нам известно о Небесном Царстве? Царство Небесное – это наследство для Божьих детей, приготовленное еще от сотворения мира. Откуда мы это знаем? Матфея 25.34 «Тогда Царь скажет тем, кто по правую сторону, придите ко мне все благословенные моим отцом, получите ваше наследство, Царство, приготовленное вам еще от создания мира». Итак, Царство Божье пришло вместе с Христом. Мы можем читать, как оно пришло. Марк 1.14 «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Слова «исполнилось время» означает, что исполнилось время тех пророчеств Ветхого Завета, о которых предвещали пророки, в том числе и Даниил. Вот Христос приходит, начинает провозглашать Царство. Он говорит всем, Царство приблизилось, оно здесь. Люди спрашивают, что нам делать, если Царство приблизилось, если оно уже здесь, что нам делать, чтобы спастись? Покайтесь, это единственный способ для вас войти в это Царство и пребывать в нем. В этот момент ученики не пускали детей, видимо, они с лисков шумели. Иисус возмутился, почему не пускайте ко мне детей? Тогда к ним пустили детей. Он стал их благословлять, брать на руки, целовать, обнимать. Как это было приятно и людям, и матерям, что такой великий пророк, как они его считали, обнимает их детей. Так же приятно и нам, когда Бог обнимает нас. А Христос сказал, будьте как дети, ибо их есть Царствие Божие. Будьте как дети. Если не будете как дети, вы не войдете в Царство Божие. Среди учеников был богатый юноша. Он услышал эти слова и выскочил вперед, чтобы похвалиться, видимо, собой. Сказал, учитель, что мне сделать, чтобы попасть в Царствие Божие? Иисус обратился на его внимание и сказал, исполняй заповеди. Юноша не отступает, говорит, я исполняю заповеди. Я с детства их с молоком матерь впитал. Иисус обратил еще больше внимания, и он ему полюбился. Он дал ему лучший совет. Иди, продай все имение свое и раздай нищим. Совет был замечательный, потому что Иисус добавил, потом вернись ко мне, возьми крест свой и следуй за мной. И ты получишь все сокровища неба, более, чем твое имение. Но юноша не услышал этих слов. Он услышал, продай и раздай. Это его сильно опечалило. И он ушел. Ушел печальным не только он, но и остался печальным Иисус, чтобы он сказал, трудно богатому войти в Царствие Божие. Не то, что невозможно, а именно трудно избавиться от тех вещей, которые нас окружают, которые мы накопили, которые держат нас и не дают нам возможности быть свободными. В истине, в духе, в молитве, в жизни. Быть свободными, следовать за Богом. Рядом стоящие ученики тоже даже ужаснулись, потому что, говорят, если он не войдет в Царствие Божие, как же мы? А Петр подошел и сказал, учитель, вот мы оставили все, дома, семьи и последовали за тобой. Что будет нам? Иисус говорит, когда я взойду на небо, в свой дом, сяду за свой престол славы, тогда и вы сядете за свои двенадцать престолов и будете судить двенадцать колен Израилевых. Но вокруг были не только апостолы Иисуса Христа, были и другие люди. Иисус обратился к ним. Все, кто оставит свои дома, своих родителей, своих детей, ради того, чтобы следовать за мной, получат многократ больше всего, что они имели. Это касается и нас. Если мы ради Христа иногда оставляем нужные вещи, но на потом, а на первое место ставим Бога, Его Сына, Его Царство, Его Слово, то мы получим многократно больше. Мы сможем войти туда, куда сами никогда мы не смогли войти без Слова Иисуса Христа, без Его приглашения, без того, чтобы следовать за Ним. Мы бы никогда туда не вошли. Иисус беседует с Никодимом. Историю знают все. Никодим был иудейским начальником, он был важной религиозной фигурой своего времени. Он пришел к Иисусу ночью. Иоанна 3.2. Он пришел к Иисусу ночью и сказал им, Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Никодим нечто увидел в Иисусе. Он посмотрел на него и подумал, здесь не человеческая власть, здесь небесная власть. Обычный человек не может так оперировать знамениями и чудесами. Он не может так говорить, если Бог не пребудет с ним. Никодим почувствовал Царство Божие внутри Христа. Он ощутил уровень другого Царства, не того, что окружало его. Для Никодима это была тайна, загадка. Поэтому он пришел к Иисусу ночью. Многие боялись приходить к Иисусу из-за того, что их отлучали от синагоги. А Никодим вообще был начальник его идеи. Он пришел к Иисусу и говорит, я вижу, что ты учитель, не такой, как все. Иисус сказал ему в ответ, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Как ушат в холодной воды. Это значит, что если ты не родишься свыше, ты не можешь иметь отношение к этому Царству. Только через рождение свыше ты можешь войти в этот Царство. Потому что рождаясь, ты рождаешься куда-то. Вот ты родился на земле. Куда ты родился? В руке акушерки, в каком-то городе, в каком-то доме, в какой-то местности, в какой-то стране. Но ты родился куда-то. Поэтому, когда человек рождается свыше, он рождается новым творением куда-то. Так Бог видит человека, который рождается свыше. Он как бы рождается из жизни во грехах в другую жизнь. Жизнь в святости и чистоте. Это рождение свыше. Не случайно написано в Библии – покайтесь. Что делает покаяние? Она дает нам возможность родиться куда-то. В данном случае в Царство Божие. Все мы, все мы через покаяние и веру в Иисуса рождаемся в Царство Божие. Аллилуйя. Это не меняет ни одного человека, кто действительно уверовал в Иисуса Христа. Все здесь находящиеся когда-то пришли к Иисусу. И переживали, что есть что-то другое. Видимое нами вокруг – это еще не все. Может, ты много знаешь, много можешь рассказать, но твое сердце чувствует – это еще не все. Есть что-то большее. Ты не мог найти это объяснение, но в твоем сердце уже был этот зов. Ты уже все перепробовал, но не был удовлетворен. Вместе со Словом Божьим к тебе приходит Господь. Иисус был представителем Царства. Он был Царем этого Царства. Поэтому Бог поставил Иисуса Царем над Царством Божьим. Когда Иисус пришел вместе с Ним, пришло Его Царство на землю. Это значит, что люди начали ощущать нечто. Они интуитивно, внутренне чувствовали, что здесь есть нечто большее. Вдруг Иисус говорит – покайтесь, я позволяю вам войти в это Царство через рождение. Вы можете родиться заново. Бог точно так же использует проповедников, которые проповедуют Евангелие. Люди слушают их, могут чувствовать, что вот этот человек что-то говорит, и это касается их. Так оно и есть. Каждый из нас является носителем Царства Божьего, потому что мы Его представители. Мы можем так же что-то, это нечто, передать другим людям. Когда Слово Божье касается сердца, люди чувствуют дыхание Его, этот зов. Их сердце трепещет, и они понимают, что есть что-то новое, интересное, чего они не знали при всем своем жизненном опыте. Потом проповедник говорит – покайтесь, выйдите сюда, встаньте перед Господом, откройте сердце свое. И когда люди каются, они рождаются в Царстве Божьем. Это удивительно. Это просто чудо. Мгновенно родиться в другую, новую жизнь. Полностью обновиться изнутри себя. Там во мне зародилась новая жизнь. Я теперь источник этой новой жизни. Каждый из тех, кто покаялся и родился заново, становится источником этой новой жизни. Я больше не мертвый. Аллилуйя. Никодим же говорит Иисусу – я не могу этого понять. Иоанна 3, 5. Иисус отвечал – истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Кто говорил, что не может такой человек увидеть Царствие Божие? Теперь он говорит, что не может войти туда. Правильно. Для того, чтобы увидеть и войти, нужно тебе только одно – родиться свыше. В Царство Божие ты никогда не попадешь, просто научившись или подражая кому-то. В это Царство ты можешь только родиться от Духа Божьего. Когда ты покаешься, и когда Дух Божий тебя коснется, только тогда ты родишься, а Дух дышит где хочет, и мне прикажешь – роди меня. Иоанна 3, 7. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Проповедуя о Царстве, Иисус бросал вызов людям, каждому человеку. Он говорит, я приглашаю вас, покайтесь, и вы родитесь в Царство Божие, и вы войдете в это Царство. Оно есть, оно здесь, сейчас. Вы будете жить и пребывать в этом Новом Царстве. Вы будете жить и пребывать уже сегодня, сейчас, здесь, на этом месте, где вы стоите, где вы каетесь, где вы открываете сердце. Вы здесь получаете допуск, вход свободный. Но Иисус не только проповедовал Царство, Он еще и демонстрирует силу этого Царства. Матфея 4, 23. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Царство Божие – это не только проповедь, не только слова. Царство Божие – это сила. Писание сказано, что Царство Божие не в слове, но в силе. Есть сила в Царстве Божьем. И сила – это Дух Святой. Поэтому вы обнаружите, что Иисус начал ходить в силе только когда на Него сошел Дух Святой. Он ходил, уча в синагогах, проповедуя Евангелие Царствия. А когда проповедует Евангелие Царство, начинает происходить демонстрация этого Царства, демонстрация Его силы. Вы видели, когда есть Царство без силы. Любое Царство имеет силу, маленькую или большую, но оно имеет силу. У него есть определенная военная мощь, которая наделяет властью. Что такое власть? Это то, что связано с силой. Например, человек, сосед, вваливается в вашу квартиру, перепутал двери. Выходит хозяин и говорит, эй, друг, иди домой. Это не твой дом. А человек отвечает, а что ты мне сделаешь? У тебя нет власти надо мной. Я твоим словам не подчиняюсь. Ты для меня никто. Но когда хозяин схватит его за шиворот, поднимет над землей, выставит за порог, то человек сразу поймет, у хозяина есть власть. Потому что в ответ на слова, что ты мне сделаешь, он может применить силу. И сила даст понять, что у него есть власть. А если, допустим, нет силы у тебя, что ты мне сделаешь? Да я милицию сейчас вызову. Все равно нужна сила. И вот что интересно. Мы родились в царстве, в котором есть эта безграничная божественная способность, сила и власть. Тот же самый дух, который воскресил Иисуса Христа из мертвых, живет теперь в нас. Вы можете себе представить, что дух, который воскресил Иисуса из мертвых, та сила, которая его воскресила, этот божественный ресурс есть сегодня в каждом верующем человеке. Когда мы родились в это царство, то все, что есть в этом царстве, принадлежит теперь нам, как наследникам. Это и есть наше наследие. Вы можете говорить, что это в моей жизни не работает. Я этого не чувствую. Я не могу быть таким. Правильно. Самая главная проблема верующего человека заключается в том, что несмотря на всю принадлежность царству, несмотря на то, что он сын Божий или дочь Божья, несмотря на царское наследие, у него остается старое мышление, которое нужно менять. Если мы не размышляем по-новому, если мы не меняем свои мысли в нужное направление, то ничего не меняется вокруг нас. Мы видим по-старому те же люди, те же улицы. Ничего не меняется. Но если мы в каждом человеке начинаем замечать, что ему нужно исправить себя, одному прийти к Господу, другому получить исцеление, третьему просто поговорить, и мы будем откликаться на это, то мы будем проявлять силу этого царства. Мы будем носить царство и давать его, растачать другим людям, чтобы оно завоевывало территорию для Бога. Когда вы начнете мыслить как принцы, как принцессы, когда вы начнете вкушать и познавать наследие нашего Отца и вашего Короля Иисуса Христа, то в вашей жизни все будет работать так же, как работало служение Иисусу Христа. Так же. Потому что это нам принадлежит. Это уже нам дано. Божья цель заключается в том, чтобы царство Божье, этот камень, стал горою и захватил весь мир. Откровение 11.15. Царство мира соделывалось царством Господа нашего и Христа Его и будет царствовать во веки веков. Вот цель Божья. Чтобы верующий человек мог увидеть, что он является инструментом этого царства. Через него Бог расширяет свое царство. Через человека Бог расширяет свое царство. О чем Иисус просил молиться своих учеников? Да приедет царствие твое. Другими словами, молитесь о том, чтобы царство Божье продвигалось. Пусть оно приходит туда, где его еще нет. Матфея 6.33. Ищите же прежде царство Божие и правды Его. И все это приложится вам. Что это значит? Другими словами, сделайте царство Божье своим приоритетом. Сделайте царство Божье своей мечтой. Думайте о царстве. Изучайте царство. Работайте в этом царстве. Живите как представители царства. Учитесь у царя, который является владыкой этого царства. Разве ты не жаждешь этого царства? Если ты его получил в наследство. Если ты имеешь право пользоваться всеми привилегиями этого царства. Когда Иисус Христос воскрес из мертвых, Он собрал своих учеников. И вы знаете, что Он еще 40 дней был на земле перед Своим Вознесением. Деяние 1.2. До того дня, в который Он вознесся, дав святым духам повеления апостолам, которых Он избрал, Которым и явил Себя живым по страданиям Своим со многими верными доказательствами в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. Представьте, что Иисус после Своего воскресения встречался со Своими учениками еще 40 дней и изо дня в день учил их о Царстве Божьем. Насколько это было важно для Господа и при жизни на земле, и при Вознесении. Он все время говорит об одном – о Царстве Божьем, о Царстве Небесном. Для Него это важно. А как это у нас? О чем мы мечтаем? Собираемся ли вообще в это чудное место? Сам Господь говорит в наши сердца, что мы – христиане, верующие люди, Его новое творение. Мы – сыны Царства. Мы – избранный народ. Царственное священство. И это мы, а не кто-то другой, помазанный. И что мы взяты в удел. Он говорит нам, что мы принадлежим Царству и обещает – я пошлю вам силу этого Царства. У вас будут не просто слова, а у вас будет сила и власть. Вы точно так же, как и я, будете демонстрировать власть и силу этого Царства. И для вас не будет ничего невозможного. Господи, как это принять? Как это принять? Для человека невозможно, говорит Господь. Но Богу все возможно. Только Дух Святой может нам дать и силу, и власть. У одной учительницы мама болела. Долго болела. Она ее возила на процедуры, на операции. Ничего не помогало. И однажды девочка, христианка, маленькая девочка, 13 лет, она шла и сказала – можно я помолюсь за вашу маму? Учительница неверующая, она сказала – хорошо, помолись. Да ребенок имеет силу и власть Царства. Умеет. Она помолилась. И уже на другой день эта женщина стала. Какой силой обладает ребенок? Никакой. Но Дух через молитву поднял тяжелую больную женщину. Аллилуйя! И слава нашему Богу, который дает нам силу и власть. И веру, что мы можем пользоваться этой силой и этой властью. Что мы, приходя к людям, находили в себе просто желание. Можно я помолюсь за тебя? Можно я помолюсь за тебя? А Бог сделает остальное. Потому что Он любит всех. И не лжет. Говоря – я люблю, а сам отворачивается. Он никогда не отворачивается. Нет одного человека. Он не умеет это делать. И не хочет. Что ты хочешь, Господи, сегодня? Он хочет, чтобы все были живы. Чтобы никто не умер. Чтобы все пришли домой. В свой дом. Который Он для нас приготовил. Сам Иисус, уходя, сказал, «Я иду приготовить вам ваше жилище. Его будете отдать со мной». Он бы забрал сразу, но мы не готовы были. Насильно нас туда не втянешь. У нас должна быть мечта, желание. И тогда мы легко воспарим в свой дом. Вы знаете эту историю, когда Дух Святой сошел на апостолов. И они пошли и действовали, потому что пребывали в молитве. Они держались за царство. Они не отпускали его. Понимали, насколько то, что сделал Бог, другоценно для них. Потому они пребывали в молитвах. Чтобы им жить достойно царства. Демонстрировать силу его. И посмотрели, какие великие вещи они совершили в свое время, в свое поколение, пройдя свой жизненный путь. Евангелие пошло по всей земле. Ученики пошли по всем странам мира. Даже самый сомневающийся ученик, Фома, приехал в Индию и там являл царствие Божие. Мы уже пребываем в царстве Божьем. У нас двойное гражданство. В паспорте есть фотография, фамилия, прописка. Но я ищу гражданин царства Божьего. Благодаря Иисусу Христу. Поздравляю вас и себя. Теперь мы все знаем об этом. Не мы, а Господь избрал нас. Ты благословлен в этом царстве. Теперь ты праведник. У тебя есть царь. И главное царство, в которое мы вошли, вечное. И это навсегда, навсегда. Жаждешь ли ты этого царства? Жаждешь ли ты войти? Слово «жажда» – это очень такое слово, которое говорит, какое должно быть желание сильное. Невозможно больше терпеть. Вот я сейчас хочу в этот царствах. Вот сейчас. Если сейчас спросить два с половиной миллиарда христиан, сколько человек хочет, жаждет войти сегодня в Царство Небесное, я думаю, сто миллионов не наберется. Почему? Не жаждем. Хотим, но не жаждем. Хотим, но подождет еще немножко. Бог подождет меня. Я еще не готов. Вот именно. Я еще не готов в сердце свое, потому что не до конца верим, что там лучше. Не до конца верим, что нас там ждут. Не до конца. Маловерные мы еще. Все христиане, мы маловерные. Мы не верим каждому слову, у которого есть истина. Мы не верим ни к тому, что он нам обещал, хотя это клятва для нас. Мы сомневаемся. Большой грех. Поэтому мы на земле, а не на небесах. Псалом 144, 9. Благ Господь ко всем и щедрю ты его на всех делах его. Да славят тебя Господи все дела твои и благословят тебя святые твои. Да проповедуют славу царства твоего и да повествуют о могуществе твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе твоем и о славном величии царства твоего. Царство твое, царство всех веков и владычество твое во все роды. Верен Господь во всех словах своих и свят во всех делах своих. Аминь. Эти люди, которые окружают нас здесь и которые поверили через нас, что Бог хочет, чтобы они пришли, что Бог избрал их, что Он дает каждому допуск. Возьми его. Возьми в свои руки. Возьми в свое сердце. Возьми в свою жизнь. В свою семью. В свой дом. В свою работу. В свои финансы. Во все свое. Возьми Бога. Возьми. Принеси его туда. И всем раздай. Безжалостно. Раздай бескорыстно. Потому что это не твое, это Божье. Он дает, чтобы ты раздавал эти конфетки каждому нуждающемуся. И ты увидишь, как будет рад пьяница, когда он вырвется из этого рабства. Как будет рад тот, кто потерял в наркоте свою жизнь. И он обретет снова спокойствие и радость. Быть простым человеком. И прийти и сказать, и стать рядом с нами, и сказать, Господи, слава Тебе, спасибо Тебе. Я благодарю Тебе. Я был мертв и ожил. Я был мертв. Я был мертв и ожил. И все мы можем ожить. Все до одного. Бог хочет, чтобы никто не умер, а все были живы. Бог хочет, чтобы все пришли в Царство Его. Ему будет очень приятно, если все люди, 15 миллиардов рожденных на земле людей, вошли в Его Царство, вошли в Его Радость и сели за Его стол. Представляете, какой Его стол? Там будет Авраам, Исаак, Моисей. Все люди Библии будут там. А мы? Войдем ли мы в это Царство? Хотим ли мы? Жаждем ли мы? Стремимся ли мы? Верим ли, главное, верим ли мы в то, что мы можем сделать этот шаг? Первый – покаяться. Второй – войти в Христа, а с Ним на небо. И с Ним прикинуть снова на землю. И с Ним царствовать тысячу лет. И с Ним быть в вечности. И никогда, никогда не пожалеть об этой минуте. Будь благословен. Каждый верующий. Дай Бог нам устоять в вере. И никогда не отрежься от Господа. Что бы ни случилось, мы в Его руке. Не сомневайтесь, не бойтесь. Будьте благословенны. И прославится у вас Сын Божий, а через него Отец Небесный. Аминь. Спасибо всем.